Сегодня в Москве состоялась пресс-конференция, посвященная развитию в последнее время религиозной ситуации в западных областях Украины. Выступившие представители Русской Православной Церкви рассказали о действиях, предпринимаемых представителями Комитета по защите Украинской Католической Церкви, украинского народного движения за перестройку и католиками восточного обряда, униатами, в отношении православных верующих Львовской, Тернопольской, Мукачевской и Ивано-Франковской епархий украинского экзорхата. Там осуществляется насильственный захват храмов, принадлежащих православным общинам, происходит осквернение их святынь. Началось все 29 октября, когда во Львове группа униатов, применив насилие, захватила Преображенский храм. Затем последовал захват ряда других церквей. К настоящему времени во Львове из 19 храмов за православными общинами сохраняются лишь 4. Аналогичную картину можно наблюдать и во многих других местах Западной Украины. Во время захвата Кафедрального Святого Воскресенского собора архиепископ Ивано-Франковский и Коломыйский Макарий отказался покинуть храм и объявил голодовку, которая продолжается восьмой день. Русской православной церквью был предпринят ряд шагов по нормализации положения, но они не ослабили напряженности. Говоря о необходимых мерах, председатель отдела внешних церковных сношений Московского патриархата, архиепископ Кирилл, сказал. Для того, чтобы нормализовать ситуацию, во-первых, нужно немедленно создать необходимые предпосылки для такой нормализации. И таковой предпосылкой является прекращение насилия. Второе, необходимо начать диалог с католической церковью, и я рад сообщить, что с 13 по 17 января в Москве такие переговоры состоятся между представителями Ватикана и Русской Православной Церкви. И в-третьих, говоря о перспективе нормализации, мы должны исходить из одного очень важного основного, что ли, пункта. В Советском Союзе должны удовлетворяться права людей, должна реализовываться религиозная свобода на основании тех законов, которые в нашем обществе существуют. Важно, чтобы была дана возможность регистрировать общины, формировать общины, чтобы люди могли нормально организовывать свою религиозную жизнь. Что же касается вопроса об использовании тех или иных помещений, тех или иных культовых зданий, то этот вопрос также должен решаться на основании закона, в атмосфере доброжелательной, открытой, в рамках диалога между двумя церквами.